Девушки, о, вот это нормальная тема! Девушки, по поводу чего парни должны перестать комплексовать? Ничего не случится, если окажется, что ты не самый умный человек в комнате. Допущение того, что ты чего-то не знаешь, не понимаешь, не делает тебя слабаком. А вот чрезмерное желание переспорить другого человека превращает любого парня в заносчивого козла. Ля, они не понимают, они не понимают. Женщины, я объясняю вам, почему мы, мужики, спорим друг с другом. Это не для того, чтобы доказать, что мы умнее, чем другой чел. Все для того, чтобы просто попиздеть. Просто попиздеть. Это единственная наша мотивация, мы хотим попиздеть. Иногда мы не хотим говорить просто ни о чем, мы хотим поговорить типа о чем-то, чтобы наш диалог вроде бы выглядел по-умному, но на самом деле он вообще ничего внутри себя не имел. Просто, вот то, что на стримах даже мы делаем часто, вот то же самое. Ты вроде слушаешь, думаешь, блядь, он какую-то типа умную хуй несет. Нет, мы просто пиздим. Это просто бессмысленный поток. Женщины, мы, блядь, просто иногда разговариваем. Ты мне напомнила одну цитату. Если ты самый умный человек в комнате, то это значит, что ты не в той комнате. Умение признать то, что ты чего-то не знаешь, сразу же делает тебя умнее половины людей. Я не знал это, спасибо. У меня есть знакомые пацаны, которые жутко комплексуют по поводу того, что у них не растет борода. Если честно, это вообще не имеет никакого значения. Не знаю, что бы... Вы не понимаете, женщины. Нам в целом, ну не то, чтобы похуй, что растет борода или не растет борода. Мы просто не понимаем, когда получается она начнет расти. Потому что мы, ну короче, как работает. Мы знаем, что наше тело там будет, ну всегда растет. Всегда растет. Там до определенного момента он будет созревать и так далее, и так далее. И мы надеемся, что если борода не растет, то у нас же член где-то вырастет дополнительно. Потому что борода, короче, у нас знак, как вот это, знаете, конца. То есть, что член больше не вырастет. Поэтому мы как бы такие, блядь, она не растет. И мы не то, что комплексуем, мы вроде рады, что она не растет. Просто мы боимся, что нихуя не произойдет, и у нас не будет ни бороды, ни члена. Понимаете, о чем я говорю? То есть, у всех мужиков с бородами маленькой письки, наоборот, это не связано. Я говорю про то, что вот именно сам процесс волнительный. ...от всех свое лицо. У меня на линии подбородка две проплешины, из-за которых любые мои попытки отрастить бороду выглядят очень странно. Не то, чтобы я хотел отрастить бороду ради стильного вида, хотя это было бы тоже неплохо. Просто я устал постоянно бриться. Сделай бороду Джона Уика, у Киану тоже пришивая борода, но смотрится все равно клево. Да, но это Киану, он может делать все, что хочет. Уверена, многие парни сейчас зашли в этот трет, чтобы увидеть ответ по поводу размера их члена. Я... Вообще похуй. Вот реально, когда я был маленьким, я волновался, сейчас мне просто насрать. Вот правда. Я сейчас понимаю, даже если у меня писька была бы 12 сантиметров, мне было бы насрать абсолютно. Но вот правда. Потому что секс переоцененное говно. Да и вообще, на самом деле, моя розочка, ну, не для вас росла, поэтому идите нахуй. Я бы им все равно не поверил. Тут такая же история, как с комплексами девушек по поводу размера груди. В этом всем нет никакого смысла. Мой муж женился на мне, когда у меня была абсолютно плоская грудь. И когда я выглядела как мальчик. Сейчас я немного постарела, родила двух детей. Моя грудь стала больше, и она нравится моему мужу ровно так же, как ему нравилась моя старая грудь. По поводу своей худобы. Я в прошлом был очень точным челом, и могу точно сказать, что если ты ешь всякую херню, то долго это не продлится. Предупреждение для всех парней-подростков, которые переживают из-за своей худобы. Если ты можешь жрать все подряд и не набирать вес, есть огромный шанс, что это скоро закончится. И у тебя будет ровно противоположная проблема. Ну да. Это, кстати, невозможный шанс, это 100%. Ну типа, ребята, рано или поздно ваш метаболизм вот так вот полетит вниз, и вы будете толстеть. Да. Вы узнаете, что такое диета. Вы узнаете, что такое калории. Да, ребята, это касается всех, сука. Хесус. Ну, блядь, Хесус это отдельный пример, он просто нихуя не ест. Ну вот правда, типа, ну хотя бы, может быть, Хесус какой-то, блядь, волшебный метаболизм или болезнь. Не, может, Хесус больной, я хз. Я просто насчет этого не разбираюсь. Люблю точек парней, их тонюсенькие ножки сводят меня с ума. Блин, а... Нелли? Нелли просто не ест нихуя. Вот насчет Нелли, я вас уверяю, там проблемы не в болезни, в чем она просто не ест. То есть, это вот именно, скорее, психологическая проблема. Возможно, Хесус такая же херня, кстати говоря. Это про меня, я вообще не могу набрать вес. Дошло уже до того, что я стесняюсь есть. Блядь, я объясняю. Когда люди не хотят есть, ты в них не сможешь засунуть еду, понимаешь? Это психологическая проблема и физическая одновременно с этим. То есть, они скушали немного и такие, все, я не хочу кушать. Бутерброд съели, понимаешь? У них мало того, что сам желудок маленький, так они еще психологически, типа, ну, не понимают, что им нужно есть. То есть, чтобы начать кушать, ты должен, во-первых, ну, поставить себе график. Там, допустим, завтрак, обед, ужин и каждый день там повышать себе. Ты же не можешь сразу сесть и начать там 2500 калорий ебашить. Ну, это просто нереально. Если ты там не ел до этого один бутерброд в день. Ну, просто нереально. Ну, попробуй ради интереса, окей, если ты кушаешь нормально, там, я не знаю, ну, в среднем человек кушает сколько? Две, 2500. Ну, это средний человек. А ради интереса попробуй 5000 калорий в день захуярить. Ну, слабо? Ты просто, наверное, не представляешь, что такое 5000 калорий в день. Ну, просто, ты даже представить себе не можешь. Ты охуеешь от этого количества еды. Вот ровно так же они воспринимают, только наоборот, вот, минус они. Рядом сидит кто-нибудь еще. Братан, этим нужно выпендриваться. Постоянно жри перед всеми. Пусть они завидуют тому, что ты от этого не толстеешь. Облысение. Столько парней пытаются скрыть свою лысину, делают пересадки и постоянно ходят в головных уборах. Да блин, просто постригите коротко бока под машинку или побрейте. Большинство девушек находят это привлекательным. У меня есть друг, у которого начинают появляться первые признаки облысения. Он к этому относится очень спокойно. Говорит, что однажды он просто побреется под ноль. Его уверенность в себе очень привлекает. Это нормальная тема, но у пацанов есть два варианта. Либо ты себя просто потом досадишь в волосы, что тоже как бы не проблема, либо обреешься на лысо. Это вообще особо не большая проблема. Ну реально, если я буду лысить, я просто себе досажу волосы. Может в какой-то момент обреюсь на лысо, если мне будет в падлу все-таки садить волосы. Может я через год поменяю мнение. Ну я в этом ничего проблемного не вижу. На самом деле не важно, что у тебя на голове. Главное это уверенность. Не нужно париться по поводу того, что тебе нравятся какие-то девчачьи штуки. Можешь смело заказывать фруктовые коктейли, смотреть романтические комедии и петь в душе. И ходить в гей-клуб. И твоим убеждениям другим людям на это наплевать. Петь в душе это что-то девчачье? Я обожаю петь в душе, причем довольно громко, лол. Думаю, тут все зависит от того, что ты поешь. Когда я делаю уборку, я обожаю поорать что-нибудь из трэш-метала. Вряд ли это можно назвать чем-то девчачьим. Прямо сейчас наблюдаю один отличный пример. Я на вечеринке с бассейном. Тут есть два прикольных полноватых чела, которые просто стоят в бассейне, будучи в майках, чтобы спрятать от других свои тела. И есть еще третий тяжеловес, который еще больше первых двух на килограммов 15. На нем нет майки, и он просто охренительно проводит время. Играет со всеми в игры и постоянно прикалывается. Поверьте, этого чела девушки считают куда более привлекательным просто потому, что он не стыдится своего тела и источает уверенность в себе. Нужно ли этим троим сбросить вес? Да, безусловно, как и большинству из нас. Но не нужно этого стыдиться и лишать себя веселья. Это факт, это факт. Но это вообще касается, между прочим, не только парней. Это касается и девушек, кстати говоря, тоже. Поэтому, почему пишете Тоха, сука? Перестаньте писать Тоха. Леон, живите свою жизнь и веселитесь. Это привлекает других людей. Это чисто мое мнение. Я женщина средних лет, и мне кажется, что у меня есть какой-то жизненный опыт в таких вещах. Я всякое повидал, аха. По поводу того, что он слишком быстрый в постели. Сэр, да я польщина. Не вижу в этом ничего страшного. Никогда бы не стала осуждать кого-то за что-то, что ему не подконтрольно. Единственное, что парень не должен думать, что на этом половой акт завершен. Не надо стыдиться своих слез. Плачущий. Ну, типа, да. То есть, я понимаю, пацаны, короче, иногда бывает такая тема, что вы слишком рано все заканчиваете. Но если такая хуйня происходит, все. Время взять все в свои руки и закончить другими делами для девушки. Все. Такое бывает. Причем, кстати, я охуел. У меня такой был несколько раз, что я заканчивал раньше, чем девушка. И, короче, мне Наря сказала, знаешь что? Что, типа, ей наоборот, это плюс ЧСВ добавляет. То есть, если девушки, короче, ну, типа, пацаны, ну, короче, они, ну, то есть, это абсурд. Ну, типа, девушки иногда такие, типа, если пацан кончил с ней раньше, то, типа, это плюс ЧСВ для нее. Поэтому, чуваки, забейте хуй, типа, кончайте раньше и поднимайте ЧСВ девушкам. А, нормальная тема, нормально придумал? Мужики, это мой криптонит. Мне хочется их любить и бесконечно долго обнимать. Ты только что нашла свой идеал, я рыдаю в подушку каждую ночь. Это не так-то просто. Из-за того, что мне всю жизнь говорили, мужики не плачут, не будь тряпкой, я не плакал лет 10. Но потом у меня умер кот, и это событие прервало мой длительный отказ от слез. Это было единственное событие за 10 лет, которое действительно довело меня. К счастью, сейчас мне уже лучше. Кстати, я не помню, когда прям ревел жестко в последний раз. Но именно вот прям истерически. Плакал-то я дохуя раз, даже фильмы какие-то досмотрел какие-то. А вот именно истерически, я истерически, наверное, только вот когда дедушка умер. Прям истерически. Вот там прям истерика была у меня, это я помню. А остальные, ну, были просто слезы, да, ну и хэ, чтобы там прям истерика была. Знаю кучу парней, которые дико комплексуют из-за прыщей. Говорю им, что они есть у всех и что все переживают об этом. Но они обычно отвечают что-то типа, у девушек хотя бы есть косметика, чтобы их скрыть. Когда пьяный был, нет, даже когда я пьяный был, это не сравнить с тем, что было тогда. Это просто обычные слезы, типа, ну, сплакнул, типа, бывает, когда пьяным. Там была прям реальная истерика. Поэтому я научила некоторых из них пользоваться тоналкой, чтобы они чувствовали себя немного поувереннее. По поводу их задниц. Какой нахуй Гитлер? Вова. Моу дедушку звали Вова. До тех пор, пока в комнату не войдет Капитан Америка. Жаль, что ты не написала это три месяца назад, когда я записался в качалку. И что мне теперь делать с моей накачанной задницей? Не надо так комплексовать по поводу своего тела. Чтобы понравиться девушке, вовсе не обязательно иметь огромные бицепсы и пресс. Напоминаю... Это, кстати, факт, ребята. Это факт, ребята. Главное быть уверенными в себе. Это самое важное. ...честеральную доску. Ну, слава богу. Гладит и успока... Надо просто прийти и сказать, эй, привет. Ты классно... Я классно хлопец. Ты классно баба. Давай-ка хатиться. Все. И пошло-поехало. И все будет пиздато, ребят. ...покаивает свое пузо, о котором ему не стоит переживать. Чисто зашел сюда на секунду, чтобы повысить свою самооценку. Мой муж вчера сказал мне, что с тех пор, как его уволили, он чувствует себя неполноценным мужиком. Переживает, что не может нас больше содержать. Но пока я и сама с этим справляюсь. Он ищет работу и начал больше делать по дому. Для меня он был бы неполноценным мужиком только в том случае, если бы он забил на все и стал целыми днями играть в видеоигры. Пока он продуктивен и пытается все наладить, я счастлива. Пение. Обожаю, когда я нахожусь в какой-нибудь уютной пиццерии и слышу, как на кухне поют повара. И не важно, что они не лучшие певцы на свете. Просто люблю, когда люди счастливы и любят петь. Скажу тебе, как повар, мы поем не потому, что мы счастливы, а потому, что это останавливает нас от того, чтобы пойти и задушить очередного урода с аллергией на лактозу, который просит сделать для него особую пиццу в час пик, когда у меня 40 заказов на столе. Сколько сладкой лжи в этом треде? Комплексы по поводу роста. Я знаю, есть популярное мнение, что все парни ниже 180 сантиметров в жопе. Но если... Чего, блядь? Не пиздите. Рост метр семьдесят пять самый классный. Ты не гном и не высокий. Идеальный рост. Идеальный рост. Девушка из-за нескольких недостающих сантиметров реш... Да и вообще, на самом деле, если ты думаешь, что ты маленький, всегда знаешь, что где-то есть один жарахов. Поэтому как будто похуй. Если жараху удали с твоим ростом, типа, почему тебе не дадут? Подумай просто вот об этом. ...почтает не встречаться с вами, то, поверьте, она не стоит вашего времени. Я сама низкая, но многие из моих высоких подруг встречаются с парнями, которые ниже их ростом. В этом нет ничего страшного. Итак, вот он я, лысеющий, жиреющий, в будущем бородатый, с низким ростом и мелким писюном. Дамы, налетайте. Это Джонни Депп. Дэнни Девито, ты всегда будешь наш... Бляяяяя, я не смотрел! Я не смотрел! Я клянусь вам, я не смотрел, блядь! Я не смотрел! Я не готовился, я не смотрел! Не нужно бояться проявлять эмоции, особенно в отношениях. Знаю, что многим парням говорили, что эмоции это что-то девичье. Но если честно, когда парень открыто говорит о своих чувствах и не пытается подавлять их, это улучшает жизнь всем. Когда девушке кажется, что только у нее есть чувства, ей становится сложно доверять парню. А парней часто неправильно понимают из-за того, что они не показывают то, что чувствуют. Парни, просто знайте, в эмоциональности нет ничего такого. Благодаря ей вы можете быть честными по отношению к окружающим вас людям и более... Поэтому поплавьте. Поплачьте, мальчики. Мальчики, проплавьте, покажите эмоции. Счастливыми в отношениях. Не знаю, правда это или нет, но я слышала, что многие парни очень комплексуют по поводу своих причесок. Один мой друг рассказал мне, что каждая утра тратит по 15 минут на уплату... Хесус, блядь. ...своих волос, чтобы выглядело более-менее окей. Бля, это про Хесуса. Если честно, я вообще не обращаю внимания на прически парней. Если, конечно, они совсем как-нибудь не выделяются. Я потом... Ну, допустим, да, если вот не уебанские шторы, как у меня, но у меня другого варианта нет, потому что я просто отращиваю, хочу вот их вот... Я говорю, знаете, о чем я вообще отращиваю волосы? Вы скажете, ну, бля, какую-то прическу сделать пиздатую. Нет, потому что меня заебало стричься, и я хочу просто отрастить, чтобы сделать косичку. И не надо было вообще ее укладывать. То есть, чтобы волосы были, но и с ними ебаться не пришлось. Коренных американцев у меня просто ужасные волосы. Когда они короткие, они торчат во все стороны. Когда они длинные, я выгляжу как сраный Маугли. Девушки не понимают меня, когда я жалуюсь на свои волосы, и всегда делают мне комплименты, когда я трачу на них овер дохрена времени. Выше были комменты парней, у которых не растет борода. Вот вам обратно... Косичка или хвост? Какая разница? Одна и та же херня, разве нет? Косичка и хвосты, это одно и то же. Одна сторона. Парни не должны комплексовать насчет того, что они слишком волосатые. Я люблю волосы на груди, и не вижу никакой проблемы в волосах на спине и плечах. Как и со всем остальным. Да, вы можете столкнуться с девушками, которым это не нравится. Но если девушка готова списать вас со счетов из-за чего-то физического, чего-то, что находится вне вашего контроля, то, скорее всего, она вам не пара. Да пошла она нахуй, если она не может уважать мою волосатую грудь, то пошла она нахуй, сразу говорю. Она и пошла нахуй, потому что все, вы должны понимать, девчонки. Пока вы ищете себе самого вот этого идеального парня, который будет вам носить кофе по утрам, делать массаж ног, настоящие мужчины, которые будут любить вас, какой бы ты ни была, уходят другим женщинам, и вы теряете ту самую любовь. Возможно, в чате сейчас сидят ребята, которые вам и кажутся какими-то уродами, аморалами, но давайте честно, в глубине каждого аморала есть маленький, добренький, человечий, который готов любить тебя всем сердцем, и пока вы отказываетесь от него и выбираете бандитов, которые вас бросают, эти красавцы уходят счастливым женщинам, а они будут достойны их и тех, а вы закончите свою жизнь в этой, в одиночестве, поняли? Поэтому не страдайте хуйней. Но, несмотря на все вышесказанное, важно помнить о гигиене. Если у вас много волос, возможно, вы потеете больше, чем... Макс, душно, это все потому, что ты та самая женщина, которая не хочет принимать мужичину. Пошла нахуй. Остальные. Зай. В зависимости от климата и температуры тела. Но если вы регулярно моетесь и держите себя в чистоте, то все хорошо. Изменено. Да и в волосатой спине, ногах и всем остальном тоже нет ничего такого. Единственное, я бы, может, попросила парня подрезать волосы в носу, если они торчат. И то только в том случае, если они не замаскированы под усами. Подписываюсь под каждым словом. Мне становится грустно, когда я вижу парней, которые бреют свою грудь, якобы из-за того, что так больше нравится девушкам. Волосатая грудь очень привлекательна. Согласен. Во, видите? Согласен, но если парень серьезно настроен избавиться от волос на груди, то лучше их не сбривать полностью, чтобы не было острой щетины. Не бойся. В смысле? Там на груди может быть щетина, если сбрить полностью? Там ебать. Здесь показаться женственным. Если вам нравится какая-нибудь милая собачка, или если вы любите носить розовое, или если вы очень дружелюбный и улыбчивый. Девушкам нравится все это, и их очень бесит, когда парни слишком заморачиваются по поводу мужественности. Не нужно слишком... Поняли? Это факт, кстати. Он беспокоится о деньгах. Да, женщины обращают внимание на финансово успешных, но это лишь один критерий из многих. Если ей важны исключительно твои финансы, то что будет через несколько лет, когда ты, например, потеряешь свою работу? Большинство девушек не ожидает от тебя того, что ты будешь постоянно вести себя как мачо и проявлять свою мужественность. Это все навязано нам обществом. Нет ничего такого в том, чтобы признаться в том, что тебе страшно. Нет ничего такого, чтобы сказать, что ты в депрессии. Короче, будьте с собой, поняли, ребят? Нет ничего такого в том, чтобы просто быть живым человеком. Если тебе нравится по выходным играть в видеоигры и есть пиццу, то никто не может упрекнуть тебя в этом. В мире есть немало девушек, готовых сказать, круто, дай мне тоже кусок и второй контроллер заодно. Если девушка не придерживается твоих стандартов, то не нужно подстраиваться под ее стандарты. Отношения должны быть равноправными. Вы должны делиться своими жизнями, даже если у вас нет больших планов друг на друга. Если ты ради нее перестаешь, например, смотреть любимую передачу, то ты начинаешь подстраиваться под нее. А это того не стоит. Нам не обязательно, чтобы у вас было накачанное тело. Лучше просто правильно питайтесь. У многих качков очень нездоровый рацион. К тому же, качки часто заставляют своих девушек изнурять себя тренировками. Это, кстати, странная хуйня. Типа, знаешь, когда ты живешь, ну, типа, спортивный чувак, и с тобой живет девушка, и ты такой, блядь, если я качаюсь, то ты тоже будешь качаться. Ну, наоборот, мне кажется, лучше делать, ну, если ты реально хочешь, чтобы твоя девушка занималась, там, всем спортом, или парень занимался спортом, то нужно делать это ненавязчиво. Ну, просто работай над собой, демонстрируй то, что вот у тебя все хорошо со здоровьем, просто питайся, ну, если она рано или поздно же, все равно приноровиться к тому, что ты делаешь. Ну, и какие-то привычки возьмет. А там уже посмотрим, захочет она заниматься спортом или нет. Разве нет? Разве да. Вот и все. Закрой ебало. Сам закрой ебало. Что приятно глазу, не всегда приятно всему остальному. Да и чисто внешне, большие мышцы нравятся далеко не всем. Многое из того, что девушки пишут в этом треде, конечно, здорово, но это просто слова, красивые слова. По правде, девушкам важна и длина вашего причиндала, и ваш рост. И проявление эмоций, они на самом деле считают чем-то странным. Реальная жизнь очень сильно отличается от всего написанного выше. Большое спасибо за просмотр. Девушки... Ее. Ну, короче, вкратце, если вы не хотите смотреть этот ролик, просто все говорят про то, что будьте с собой, мужики. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду к врачу.